В этом видео я покажу вам, как мы можем отследить на машине жертвы, нажатие клавиш на клавиатуре и как делать скриншоты. Мы сделаем это с помощью плагина или модуля, который идет вместе с метропретером. У меня уже есть готовая сессия. И для того, чтобы начать следить за жертвой, нужно просто написать «Key Scan Start». Эта команда также описана в справке, которую можно посмотреть, если выполнить команду «Help». Только что мы запустили снифер нажатия клавиш. Итак, вот тут у меня запущен Firefox. Допустим, я хочу перейти на facebook.com и хочу авторизироваться. Как видите, тут используется HTTPS. Мы никак не прослушиваем соединение с Facebook. Допустим, я хочу ввести учетные данные. Ввожу адрес zaidsobakaisecurity.org. И допустим, я ввожу свой пароль 123456. Очевидно, что я ввожу неверный пароль. Я просто хочу показать вам, как все работает. Возвращаемся обратно в Метерпретер. Для того, чтобы просмотреть все, что было записано, нужно выполнить команду «Key Scan Dump». Как видите, жертва ввела facebook.com. Нажал Enter. После этого она ввела имя пользователя, zaidsobakaisecurity.org. Нажала Tab. И затем она ввела пароль. 123456. Таким образом записываются все нажатия клавиш. Для того, чтобы остановить захват нажатий, нужно выполнить команду «Key Scan Stop». Так мы остановим снифер. Есть еще одна крутая штука, которую вы можете сделать. Вы можете сделать скриншот. Нужно просто написать «Скриншот». Самое сложное – не ошибиться в команде. Как видите, скриншот сохранился вот здесь. И давайте откроем файловый менеджер. Как видите, вот тут у меня есть скриншот. Вот он. Так вы можете увидеть, что происходит на компьютере жертвы. У вас будет реальный скриншот. Это довольно полезные команды. С помощью киллогера можно узнать учетные данные жертвы. Посмотреть, что она пишет. С помощью скриншота вы можете увидеть, чем конкретно занимается ваша жертва. Что у нее перед глазами. Но киллогер, на мой взгляд, гораздо полезнее. Конечно, вы можете использовать и другие киллогеры. Портабл-версии различных киллогеров. Вам просто нужно будет загрузить его с помощью команды Upload, которую мы ранее изучили. И после этого программу нужно будет просто запустить.